здравствуйте друзья у нас вопрос о материальном стимулировании умственного труда и физического вопрос вы прочтете в описании к видео если захотите полностью но вот смысл его в том что говорят ну вот как же можно деньгами мотивировать умственный труд физически и понятно да физически ты больше заплатил человек больше там накопал и там гвоздей забил а вот умственный наоборот значит художник должен быть голодным там и так далее мы все это слышали и если какое-то вот общее решение свету ты считаешь здесь как какая-то общая то технология которая позволяет сразу всем дать какую-то рецептуру нет хорошо хорошо я специально вопрос поставил чтобы ответ был понятным понятно что люди разные и понятно что одного деньги стимулируют другом на деньги вообще наплевать и вот замечательный пример там наш питерский соотечественник да там господин перельман который там теорему доказала деньги брать не стал который мы там дали то есть ему пофигу была эта премия которую получил и там это сумма и ваш там 100 тысяч было ли миллион даже не знаю какая-то вот сумма денег там было он в другом мире живет и собственно есть мир в котором деньги не имеют значения и чек работает потому что у него внутренние мотивы внутренняя мотивация есть мир где деньги дают до имеют значение правда давай люди все разные так и каждый смотрит на мир через призму самого себя поэтому человека для которого деньги являются стимулирующим фактором он говорит как же так можно работать и не получать денег никаких то есть какой же в этом смысл но потому что он мыслит своими собственными категориями которые деньги имеют большой смысл а другой человек как вот этот вот самый переспондент перельман он вообще живет в нематериальном мире то есть он живет идеями он живет достижениями для получения новых результатов доказательстве теорем и и но только хреном и то как он выглядит мы даже видели что какой-то вид у него такой странный то есть нет у него заботы не своем внешнем виде не об одежде и так далее то есть человек живет полностью оторванная духовная жизнь оторванная от своих телесных потребностей у него 7 и жены вроде нет да 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 это человек который живет абсолютно вот своими теоремами внутренне своем мире живет и я думаю что например человек который озабочен сильно материальным благосостоянием и хочет получить компенсацию за любой малюсенький вклад который он вносит в общество и перельман это как бы две крайности все остальные люди находятся где-то в больше или меньшей степени посредине поэтому конечно без денег а плохо жить потому что деньги это не как бы не самая важная ценность деньги дают свободу деньги дают возможность себя обеспечить и жить комфортно заниматься любимым делом безусловно и в конце концов деньги это официальные признанные обменный эквивалент да это эквивалент вклада нашего труда в некий общественный продукт постой постой больше не с точки зрения марксизма мы с точки зрения того что вот человек умственного труда художник интеллиген это не имеет значения деньги его стимулируют это еще ему голодать нет кого-то деньги могут стимулировать безусловно то есть на творческую работу на творческую работу я скажу что те ребята например которые организовали молодые ребята фейсбук да безусловно они были мотивированы получением денег они не делали это ради чистой идеи так как переман безусловно то есть они у них было хорошее образование не было яркой идеи они нашли спонсор кто вложился мне чтобы получить какую-то компенсацию ты про фейсбук, про гугл, про фейсбук да безусловно люди хотели у них была хорошая идея и они за эту хорошую идею за труд свой хотели получить соответствующую компенсацию и ничего в этом плохого нет и сказать что например физический труд если я копаю канаву то мне положено сколько-то там долларов в час а если я доказываю теорему то мне не положено я бы с этим не согласилась вообще не делала разделение между умственным и физическим человек занимается тем трудом которому он наиболее приспособлен и опять же люди рождаются разные и как ни странно может быть для нашей аудитории это прозвучит но есть люди которые получают колоссальное удовлетворение занимаясь чисто физической работой посмотрите на наших строителей которые с гордостью показывают как они там белка белки прыгают по этим самым по сваям и он говорит я не инженер но я знаю какую прибить тут нужно там перекладину или что-то такое чтобы дом стоял и он говорит об этом с гордостью он удовлетворен это не это не грубый физический труд он конечно имеет который начальник у них он немножко по развития те которые совсем простые они совсем простые но это квалифицировано работе но они получают удовольствие от мышечной работы и они к этой работе наиболее приспособлены я скажу более того у нас доме убирает человек и он опять это тоже как бы хозяин своего небольшого бизнеса единственное что он делает он ездит пока по домам и убирает и он гордится тоже своими а ты посмотри на мужика который в пусте ружках работает он да и часа и он укладывает рубашечки и он с таким кайфом укладывают рубашечки я обожаю сова радовать и там где он купил этот это это такой бизнес стиральный небольшая такая пласка то он всем соседним бизнесом еще занимается скипинг подрезают не подрезает он всем своим соседям сказал суши а если мы тут высадим цветочки перед вашими окнами будет намного более привлекательного тоже на нервность никто сам посадил он сам посадил наверно берет какую-то денежку за то что он там подрезает поливает что-то как-то ухаживает и он получает от этого удовольствие поэтому разделить сказать что интеллектуальный труд это такой какой-то возвышенный труд а вот просто там сажать травку это невозвышенный труд я бы не делила труд является возвышенным или невозвышенным субъективное восприятие конкретного человека безусловно всякий труд может человеку давать удовлетворение и быть творческим то есть скажем начиная там от дойки коровы и копает и копания траншея в этом можно найти творческий элемент а можно допустим быть там не знаю физиком химиком не знаю кем и и не быть при этом творчество у нас у нас у нас был приятель который работает в университете и занимается наукой большой наукой оторванной от жизни вообще и он там где-то витает где-то в облаках это совершенно не имеет никакого практического применения и то что он делает интересно только ему разве можно сказать что его идеи например наиболее больше цены чем там я не знаю там при этом получают профессорскую зарплату зарплату получать на какую-то общественную компенсацию на сказать например что его уровень удовлетворения персональное гораздо выше чем человек который убирает квартиры ничего потом у него на самом деле есть с моей точки зрения извращенное удовлетворение от жизни он очень удовлетворен очень радуется именно тому что нет и что дает ничего кроме то есть просто получает удовольствие не давая ничего обществу я бы тогда говорю послушай но ведь это же откуда-то берется то что ты получаешь почему бы тебе не отдавать и он ему не нравилось это вот то что я говорю важно поэтому получение компенсации эмоциональной да не только материальной совершенно не зависит от того физически это труд или интеллектуальный кто-то рисует картины шедевры получает удовлетворение на него снизошло вдохновение совершенно неважно там он заинтересован кто-то заинтересован динка может продать за миллион а может вообще продать не может но может но при этом допустим получать удовлетворение без художник да безусловно и конечно получение удовлетворения ты есть тот ключ и если человек сумеет найти своих врожденных способностях нечто такое что приносит ему удовлетворение это большая удача но все-таки свет давай мы к мотивации мы вернемся вот как нельзя мотивировать человека для которого деньги не представляют никакой ценности его нельзя мотивировать то есть либо он сам находит себя в чем-то мотивацию либо ему чихать на твои деньги и он конечно то есть для кого-то это фактор для кого-то нет люди все разные ты знаешь что вот я тебе скажу вот допустим мне сейчас нужно обновить веб-сайты мои все они были сделаны 4 5 лет назад и как бы надо надо чтобы выглядело более современно и я я тебе хочу сказать что я не представляю чтобы кто-то мне сделал там пару веб-сайтов хороших красивых и так далее просто потому что они любят делать веб-сайты я такого нельзя я все равно я должен деньги заплатить чем больше денег я готов на это положить тем более творческого профессионального и как бы во всех отношениях хорошего человека я смогу привлечь к этой работе я не не правильно понимаешь эти так это творческая работа или как это творческая работа и безусловно но делай вот допустим так ты оцениваешь там разработку в сайта военное количество денег например тысячу долларов а дальше получается также например 10 кандидатов и один теперь за эту же самую сумму он выложится тебе и сделает супер-дупер а другой скажет а вот я получаю деньги сейчас ну сделает как-то я вам приведу конкретный пример значит у нас на даче муравьи я уже так устала с ними бороться ничего у меня не получается и попросила своего там человека из компании который профессионально занимается истреблением муравьев и всяких вот таких насекомых дать мне какой-то реферум человеку который к нам поедет на дачу и сделает это да значит он мне дал он мне дал человека который согласился приехать вот этот человек приехал и сказал вот так классно сушать я тебе все сделаю я тебе тут почисти тут сделает золотая дырочку и все я тебе сделаю тебя будет все тип ток он приехал один раз я не могу сказать что он не приехал он начал травить этих муравьев но он не сделал всего остального чего он обещал паре остались там где они были он сумел петровит но не сделали все остальные вещи дырочку им задел там от пауков меня не избавила так далее я ему позвонил Сказал, так не пойдет, приезжай еще раз и сделай все Он приехал второй раз, уже там почистил, подмел и так далее Но муравьи остаются там же Значит, более творческий человек И он мне еще сказал, что он развивает свой собственный бизнес Он хочет клиентов Я говорю, ты очень удачный бизнес нашел Потому что этот бизнес каждые три месяца Ты можешь приезжать и получать деньги за свой визит И другой бы человек на его месте костьми бы лег Чтобы избавить меня от муравьев в первый раз Чтобы я у него стала постоянным клиентом И соседями на протоколе И он мог развивать бизнес Что он сделал? Он ко мне приехал два раза У меня муравьев количество не уменьшилось Он что-то делал неправильно Я ему сегодня написала текст месседж Я говорю, что мы будем делать дальше И он мне написал, ты можешь найти себе другого человека Вот это отношение, пожалуйста Люди даже строят собственный бизнес Вообще не понимая, как бизнес строится Я не говорю, хороший он профессионал или нет Но с точки зрения заказчика И с точки зрения выполнения работы Человек, который строит свой бизнес Не может так относиться Подожди, но мы говорим про мотивацию рублев Правильно? Так я же не говорю Это то же самое Это бизнес и мотивация рублев Он мог бы иметь от меня бизнес на долгие годы И он сделал все, чтобы этого не сделать Я же ему уже заплатила за этот визит, за который он пришел А другой бы за это же самое При другом отношении к делу Мне бы сделал столь, но он бы 10 раз пришел Сказал, ну смотри, я тебе пришел, я их вытравил А теперь я буду поддерживать, чтобы их больше не было Понимаешь? Ну он хотел бизнес, но не так, чтобы уж прямо вот Да, чтобы сильно ломаться И то же самое с разработкой веб-сайта То есть ты говоришь, есть некоторые суммы И 10 человек тебе сделают Говорить они могут все, что угодно Но реально сделают они все 10 разное качество работы И вот это уже определяется не количеством денег А их творческим отношениям Насколько они сами внутри себя имеют вот этот критерий И потенциал Насколько они в состоянии сделать хорошо Грузно, вот я тебя слушаю, грустно Получается, идти и за деньги все равно не сделают Насколько хочешь И перья распустят, и такие они крутые И такие они профессионалы И как я не знаю что А потом садится, делает И сколько угодно такого по жизни И сроки в 3 раза затянет И еще 2 раза цену поднимет И в итоге сделает так, что смотреть то, что Да? Да Я в свое время Вот вам мотивация деньгами Да, вот мотивация деньгами Я тут и не помню То ли я говорила это где-то В каком-то вот своем выступлении То ли что-то А, или может быть написала кому-то И кто-то откликнулся Как строится бизнес вообще Как строится нормальный бизнес Дело в том, что если человек начинает свой бизнес То 10 из 10 бизнесов, которые были начаты Только один может быть успешный Очень маленький процент успешности 10 начинается А один через год продолжает существовать 9 выходит из бизнеса Да Вот, но я в качестве как бы такого стартового поинта А, я человеку объясняла Просто по-моему это был пост какой-то Да Я сказала такую вещь, что Вот допустим Да, этот человек конкретно писал Что он занимается какой-то работой Которая ему не очень нравится И он бы хотел заняться программированием Но у него он не может бросить свою работу Потому что он живет на эти деньги Да С тем, чтобы научиться программировать И уже получить нормальную работу Или бизнес, или что-то И я ему написала такую вещь Что работая на основной работе Он может что-то изучить Ну я не знаю, условно говоря Да Разработку веб-сайтов Да, допустим Он научился что-то делать Чуть-чуть-чуть После чего Он должен предложить свои услуги бесплатно И мне кто-то написал За опыт Да, и мне кто-то написал А что это он будет бесплатно-то предлагать Да я говорю Да потому что нет покупателей на его труд еще За ним не стоит очередь Сказать, что Ой, ты мне сделай Вот я тебе столько заплачу Ты не представляешь Сколько я видел Вот допустим У меня студентка Какая-нибудь У нее муж там Допустим Какой-то такой программист Такой, типа крутой И вот она там Говорит Я не могу пойти на бесплатный internship Я говорю А чего так Она говорит У меня муж говорит Те, кто бесплатно работает Никто не уважает Понимаешь А кого уважают Те, которые нихрена делать не умеют И понты у них И фальтеры Нет, это немножко Немножко не то, что я хотела сказать Я пример немножко на другую приведу Потому что я понимаю, куда я клоню Значит, дело в том Что если человек Начинает делать какое-то дело Но у него не стоит очередь Чтобы его нанять на работу То он может предложить свои услуги Совершенно бесплатно Он получает опыт Он получает реферанс Абсолютно Ничего зазорного в этом нет Но Если, например Он одному Дум, трем Пяти Сделает бесплатно И эти люди Хотя бы просто расскажут Слушай, мне там парень Сделал бесплатно У него выстроится очередь И количество его свободного времени Будет лимитировано Тем, сколько он людей может послужить Соответственно, цена пошла нет На самом деле Дело не то, что Люди, когда я смотрю У меня парень бесплатно сделал У него опыт появится У него появится Что предложить Да, конечно 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 И это единственный путь Это единственный путь Действительно сделать клиентуру Когда, если ты помнишь Мы начали заниматься страхованием Это был 2004 год Ровно там 10 лет назад Я тратил абсолютно любое время Которое необходимо На клиента За которым, может быть, было 10 долларов комиссион Какой-нибудь кондо застраховать Потому что я учился делать бизнес Конечно Понимаешь, так ты учишься Еще деньги платишь А так ты учишься Тебя уже не берут А так ты учишься Тебе даже там десятку дают Конечно Примагни, вот потихонечку Нет, а у нас был архитектор на проекте Который Значит Говорил, что Ну, он брал очень дешево Мужик разговаривал на эту тему Кто только берут Архитекторы За то, чтобы сделать проект И так далее И он сказал, что у меня сейчас Уже такое количество заказов Что я буду поднимать цену Да Потому что У меня нет времени Просто делать Все заказы Которые на меня сваливаются А тем, что поднимается цена Он автоматически Регулирует количество заказов Это немножко другая тема У нас вот массажист Например, был Вот и есть Да? Который к нам приходит Он когда-то начинал Там, я не знаю С какой-то суммы Потом у него стало больше клиентов Он поднял эту сумму То есть это мы говорим О материальной компенсации Вложенного труда Это именно то, о чем мы говорим За вложенное, за потраченное время Да Усилия Окей Просто мы начали с того Что физические труды Или умственные Это я считаю Вообще неправильное деление А вообще компенсация Туда, конечно, есть Но человек, когда работает на работе На чужого дядю У него нет такой сильной мотивации Как когда он работает на себя Хотя мы с тобой знаем людей, которые вроде бы и на себя работают Но чтобы наши враги так на себя работали Ну вот они тогда и оказываются в 9-ти Из 10-ти, которые не выживают Со временем, да А есть люди, которые работают на работе И выкладываются на всю катушку Потому что, опять же, они такого типа, как Перелимана Или близко к тому И для них материальная стимуляция не важна А им важно, например, чтобы их на доску почета повесили Чтобы их отметили Для них другие ценности Ты знаешь, вот я в Советском Союзе Мы с тобой работали Вот я про тебя не говорю Я не берусь судить Но я, например, всюду, где работал Там нигде много не платили Но я всегда, мне кажется, горел и светился И так радостно что-то делал Хотя наступает, может быть, какое-то пресыщение В какой-то момент И ты думаешь, надо уходить Потому что вот Потому что стало неинтересно Исчерпал Исчерпал Ну, еще раз У всех людей мотивация абсолютно разная Кому-то интересна творческая задача И когда он ее решил Он смотрит по сторонам Говорит, нет, задач больше такого класса нет Мне неинтересно И совершенно не важно, сколько платить денег Мы разговаривали с нашими гостями сегодня И я с Наташей разговаривала, какую работу взять И ее супруг говорит Ну, а что, надо взять работу, которая ближе к дому И больше платит Я сказала, нет, не совсем правильный подход Кому взять, Наташей какую? Ну, потом, да Какую работу ей брать После школы? Да Я говорю, ну, не совсем правильный подход Потому что помимо близко к дому Я очень хорошо понимаю Помимо большей зарплаты Я тоже хорошо понимаю Есть еще понятие интересной работы То есть, если у тебя будет два одинаковых оффера На одинаковую сумму На одинаковом расстоянии от дома Но одна работа будет более творческая А вторая менее творческая То тут однозначно уже, ну, человеку Я бы сказал так Это рассуждение Которое Наташа может себе позволить через пять лет А сегодня, если выбирать Наташей работу Ей надо выбирать такую работу С которой будет лучше работа следующая Вот это я и сказала тоже Я сказала выбирать такую работу Которая на маркете более востребована Опять же, она для нее будет более интересная Ну, это правда Это правда Ну, что же, Свет Мы уже почти домой приехали Смотри, тут светло стало Дождь идет Мы уже не идем Вообще интересно, да? По горам ехали Нет дождя Значит, в долину спустились Есть дождь Что же, друзья Проблемы вечные мы сегодня Да, по дороге обсуждали И я не думаю, что Мы в состоянии дать ответ Там конкретно Вот тому, кто спрашивал Или тому, кто хотел послушать Потому что вы все разные И ответы вам нужны разные Ну, отправную точку мы наметили Отправную точку наметили Так, может быть, вы задумаетесь над этим И я думаю, что если вы задумаетесь Независимо от того, насколько вы там согласны с нами Или нет Вот сам факт того, что вы задумаетесь Я думаю, это для нас, например, со Светой высшая награда Правда, Света? Люди задумались И что-то такое В особенности, когда они пишут Это очень интересно что-то читать Да, комментарии Мы очень любим Мы читаем все комментарии до единого Мы не всегда имеем возможность ответить Но стараемся Между прочим, стараемся Но мы прочитываем абсолютно все комментарии Мы как наркоманы Читаем все комментарии Мы встаем с утра И читаем все комментарии Субтитры создавал DimaTorzok